Спортшкола готова принять детей школьного и дошкольного возрастов. Прием уже открыт. При этом, если учреждение Олимпийского резерва, то будет отбор. Проводиться он будет как по общей физической, так и по специальной подготовке. Среди них и Олимпийские. Здесь открыт набор в отделении плавания, спортивной акробатики и прыжков на батуте. В спортшколе «Дельфин» ведется прием детей от 7 лет на синхронное спортивное плавание. Кэмпы предлагают секции тхэквондо и карате, начиная с 10-летнего возраста. Спортивная школа «Виктория» набирает отделение «Крэш» и «Футбол». Спортивная школа «Заря» набирает отделение настольного тенниса, бадминтона, пауэрлифтинга, парусного спорта, фехтования. Комсомолец. Спортивная гимнастика, художественная гимнастика. Причем спортивная гимнастика именно женская. Коноспортивная школа «Тулпар» отныне будет заниматься только по своему основному профилю, а именно подготовкой резервов. Зоопарка больше не будет, заявил Роман Насрединов. Для этого необходима лицензия и, конечно, большое финансирование. Чтобы реализовать проект полнокровного, хорошего зоопарка с вольерами и прочей инфраструктурой, необходимо вложить больше миллиарда рублей. Также нужны специалисты, которые занимаются именно зоопарками, которых у нас в городе на сегодняшний день нет. И поэтому хочу еще раз напомнить, что «Тулпар» – это в первую очередь коноспортивная школа. В которой тренируются более 250 детей. Что касается стадиона строителей Ледового дворца, там завершается ремонт. Однако набор на футбол, хоккей и фигурное катание будет вестись. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ.